Я это хотела сказать. Что? А ты знала, что в среднем сто двуногих ежегодно гибнут, подавившись шариковой ручкой? История любви Эйвена и ведьмы не закончилась на этом. В один прекрасный зимний день Эйвен решил пригласить ее на свидание. Сегодня я приглашу ведьму на свидание. Я же классный. Классный я. Каждый день ведьма наряжалась по утрам и ждала этого момента. Эй, да дайте мне пройти. Да дайте же мне пройти. Все, идите все отсюда. Все, уходим. Все, уходим. Уходим, уходим, уходим. Ой, ну и ну. Ладно, привет ведьма. Привет, Эйвен. Пойдем со мной на свидание. Пошли. Даже не спросил, не пригласил, а сказал. Ладно, советы не важны, он же организовал все. Я пошла. Конечно же, кто-нибудь обязательно вмешается с советом. Эйвен, только не будь дураком, не скажи какую-нибудь дурость. А, отстань, птица. Я сам все равно. Ладно, ладно. Он просто нервничает. Так, что тут у нас? Эйвен даже приготовил мне подарок. А где же сам Эйвен? Стихи, Эйвен, музыка. Да, начинайте уже. Милая, красивая, длинноногая. О боже, как мило, Эйвен. Видел я тебя. Что-то вдруг со мной случилось, я не знаю сам. Наверное, потому что. Все это мои чуть-чуть чувства. Одновременно радостно. Все, хара хватит уже. И почему-то гру-гру-грустно. Давай, Эйвен, иди к ней. Ладно, я пошел. Ведьме еще никто и никогда не посвящал песен. Спасибо, Эйвен. А что теперь мы будем делать? Ты знаешь легенду про Амелла? Нет, какую легенду? Ну, над нами висит зеленый шар, это Амелла. Растение такое. Если по легенде поцеловаться под ним, то влюбленные будут вечно вместе. Мы будем сейчас целоваться, Эйвен? Целоваться? Нет, сначала подарок. Ох, Эйвен, сколько сюрпризов. В общем, чтобы понравиться как бы девушке, нужно дарить ей подарки. Вот мой подарок тебе. О, Эйвен, ты такой милый. Спасибо тебе. Можно я тебя обниму? Сначала примерь подарок. Скажи еще легенду об Амелла. О легенде еще двуногие вешали в доме Амелла, чтобы всяких ведьм и злых духов огонять. Понятно. Я как бы, ээ... Я надела твой подарок, мне идет? Как ты думаешь? Да, ты просто прекрасна. Спасибо. Застеснялась ей. Так ты повесил сюда Амелла, чтобы выгнать ведьм? Эээ, не совсем так, я имел ввиду, эээ... Ладно, забудем этот момент. Угу. Ну, а сейчас мы будем уже целоваться под Амеллой или нет? Ээ, еще рано, мы ждем официанта с едой. Эх, ясно, а можно я пока прилягу тогда рядом с тобой? Ну, приляг, а я пока тебе расскажу. А ты, Эйвен, обними меня. Обнять тебя, эээ... Да, обними. Я лучше пока тебе расскажу. Ну, обними, Эйвен, ну. А, ой, эээ... Сейчас уже официант придет, попозже. Ох, Эйвен, ясно. Ваш заказ. Девушек еще нужно кормить, так что вот, приятного аппетита. О, спасибо. Эээ, я рад, что тебе нравится. Я не думал, что девушки так любят еду. Спасибо, Эйвен, за такую вкуснятию. Да не за что, я думаю, десерт нам уже не понадобится. Почему уже не понадобится? Пусть несут. А тебе влезет? Влезет, влезет, малыш. Малыш? А, а, а... Я думаю, что нам не стоит так торопить события. Вот. Эйвен, давай честно. Я тебе нравлюсь? Ну да, конечно, ты мне нравишься, да. Ну тогда, почему мы никак не можем завести... Ну, завести... Завести... Детей? Я вообще-то имела в виду завести роман. Ты только представь, как же хорошо, Эйвен, нам было бы вдвоем. Ведьма, а ты знала, что женское сердце бьется быстрее мужского? Нет, не знала. А что зайцы и кролики не скрещиваются друг с другом? Нет, Эйвен, и этого я не знала. А что свинья не может посмотреть на небо? Нет, не знала. А что жирафы не имеют голосовых святок? Нет. А что самое шумное существо в океане это креветка? А что продолжительность жизни стрекозы 24 часа? Нет. А что бабочки не могут летать? А что акула может почувствовать каплю крови в 100 литрах воды? Как жаль, ведьма, что ты не знаешь столько всего интересного в этом мире. Да, ты прав, Эйвен, я знаю слишком мало. И похоже, не подхожу тебе. А ты знаешь, Эйвен, что боязнь любить называется филофобия? Конечно, я это знаю, ведьма, я же умный. Я рада за тебя, Эйвен. Спасибо тебе за подарок, за вкусный ужин. Спасибо тебе за все, Эйвен, и я, наверное, пойду. Пока. Я думаю, мое крутое свидание удалось. Я же красавчик и все правильно сделал. Или нет? Может быть, не надо было вешать Амэла наверх? Или надо было ее все-таки поцеловать? Блин. Или надо было уши поднять, чтобы быть красивее? Блин. Ладно, я думаю, все равно свидание удалось на славу. Веньма, ты куда? Веньма, 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 ты не обиделась на него? Нет. Отстаньте. Ни на кого я не обижалась. Эйвен, ты дурак, ты дурак. Блин, я сейчас тебя сожру. Понял? Ладно, ладно, ладно. Я просто имела в виду, что ты опять напосячил с Веньмой. Прости, Хар, отстань. Я злой. Эх, Эйвен, мне тоже, если честно, кажется, что ты переборщил со знаниями. С девчонками нужно иначе общаться, понимаешь? Ну, как бы романтика, все такое. Все, 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 отстали от меня. Эх. А я говорил тебе, что этот парниша слишком умный для тебя, дорогуша. Да уж. Друзья, если вы хотите, чтобы Эйвен на Новый год признался все-таки ведьме нормально в любви, давайте соберем этому видео много лайков. И обязательно напишите в комментариях, как Эйвену лучше сделать это признание. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь нам комментарий. О-хо-хо-хо-хо. А еще смотри еще. Ролики смотри еще. Всякие смотри еще, 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 еще. О-хо-хо. 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 Ой. О-хо.